Девчонки, всем привет! Вы, наверное, спросите, куда я пропала, потому что я один день не получилась выложить, потому что буквально не смонтировала. Короче, объясняю. У меня последние два дня ребёнок ходит в садик. Опять этот садик, грёбанно, уже скажет, достала. В общем, ходит он до 12 часов. Я, получается, только отвожу, проходит 2 часа, 3, и я его обратно забираю. Это уже так напрягает, я не знаю, он не хочет там ложиться на сад, не знаю, нормально это или нет, если отводить и сразу забирать, грубо говоря. Не знаю, мне кажется, это как-то странно, и я опять ничего не успеваю из-за этого, и опять вечно дома шум и гам, и поэтому такие вот дела. Сейчас я пришла, привела Максимку, только вот зашла, и сейчас буду монтировать всё-таки видео, которые я уже вам задолжала, мне уже самой стыдно, мне уже самой обидно. Так что такие дела. Сама не ожидала того, и Юрка не хочет там спать. Зато они в пятницу идут на какой-то театр, театр идут, не знаю. У меня вообще такая идея, то, что можно ли давать деньги, допустим, чуть-чуть побольше, чтобы он там пошёл в магазин и купил себе, что захотел. Мне вот это вот очень интересно, потому что мне до сих пор там продолжать не кушать, и мне очень интересно, вот, возможно, вот такая вот история, что там, да, куда-то, если пойдёт, воспитатель заходит, они в магазин или нет, мне вот интересно, потому что мне вообще хочется, если честно, купить какой-нибудь там тортик туда, каких-нибудь два тортика, и чтобы они там все группы покушали, допустим, какой-то праздничный день устроить, вот просто так. И хочется мне конфеток раздать, каких-нибудь барни туда раздать. Я не знаю, делается так в садике или нет, потому что мне вот очень хочется что-нибудь туда внести, какой-нибудь праздник, потому что мне кажется, там так всё угрюмо, из-за того, что вот какая-то столовская еда, ну не знаю. Мне кажется, хочется, дети любят конфетки, согласитесь, дети любят шоколадки. И хочется мне что-нибудь туда новенькое внести, вот допустим, покушать у них основную еду и вот такое вот что-то. Не знаю, напишите, делаете, делали у вас так или нет. Ой, хочется мне кое-что сказать, но не буду, не буду, не буду, не буду. В общем, побежала я раздеваться и продолжать готовить завтрак. Ещё хотела что показать. Смотрите, я месяц, наверное, не заходила никогда в красное-белое. Вообще, ну в смысле, какой месяц? Я там вообще никогда не была практически. И я вчера с Максимкой, получается, Юрка отводила, у меня не было особо денег, но сегодня я взяла. И я увидела вот такие вот игрушки прикольные, скажите, вообще классные. Сейчас я взяла им две штучки. Стоят всего 150 рублей динозаврики. Ну, потому что у нас где-то мало игрушек и мягких. Я не знаю, где их искать. У нас нет никакого детского мира, не знаю, где их искать, поэтому такую вот классную штучку. Там разные цвета есть, взяла. И всякие на пальчики, знаете, тоже. Ещё я хотела что сказать. Хотела сказать то, что нам скоро надо с вами на шопинг. Скоро надо будет по магазинам, потому что у нас температура уже всё подмёрзла. И, короче, в куртке очень не алё. Я хочу себе пальто какое-нибудь прямое взять. И вместе с вами пойдём скоро по магазинам, потому что, ну, невозможно. Я хочу приготовиться к зиме. Хочу у Юрки ещё ботинки взять себе, посмотреть обувь. Не знаю, буду брать, не буду брать. У меня денег не так много, поэтому как получится. И очень сильно хочу себе вот всё-таки обновиться, потому что у меня вообще нету зимней одежды. Вот поверите, нет вообще. Я хочу себе какой-нибудь пуховид классный, там, по коленку ходить, типа, одеялко и закрываться. Очень хочу, 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 хочу. И шапку к нему новую. Не знаю, какого цвета. Чёрный я не хочу. Он какой-то слишком грузный. Белый я не хочу, потому что с детьми. И хочешь какой-нибудь универсальный, там, типа, синего, серого, что-то такого, возможно, персикового. Не знаю, что будет в магазинах. У меня бюджет дико ограниченный, поэтому будем с вами искать что-то подешевле и что-то вообще носибельное, потому что, ну, так не дело тоже. В осенней кортке, здесь зима намного холоднее, чем в другом городе, и поэтому надо уже утепляться нам вместе с вами. И поэтому скоро пойдём по магазинам. Я с вами жду, не дождусь, когда это настанет, когда меня отпустят, когда мне дадут денежку, и я пойду себе выбирать что-нибудь на зиму, потому что, ну, надо, 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 надо. В общем, хотела вам немножко сказать, поделиться, чтобы вы знали. Девчонки, я только сейчас начала понимать, то, что если бы не то, что я снимала, если бы то, что я не делала обзоры, то, что я просто сейчас, понимаете, вся одета в василёк, вся моя семья одета в василёк, и вообще в какие компании мне присылали товарный обзор. И я так рада, потому что вообще в обычной жизни нам достаточно тяжело сейчас приходится, и поэтому хоть какая-то радость, и мало того, что хоть какая-то радость, так ещё и можно разнообразить как-то свой повседневный вид. И я понимаю, что, возможно, как-то я ещё не так застегнулась, не так сделала всё, но я могу спокойно там одевать детей в разные наряды, также мужа, и вообще, что хочу, то могу делать. Вот просто что захотела, поэтому я так рада, что я наконец-таки завела канал, то, что веду, и то, что я могу снимать, и радовать вас этим, рассказывать про какие-то новинки, как на мне сидят. Допустим, рост у меня метр шестьдесят четыре, вес там в районе пятьдесят пяти килограмм, и я просто очень рада, что у меня появилась такая возможность делиться с вами, мало того, так ещё и себя радовать, и своей семьёй, я просто, просто счастлива, я не знаю. Вот реально, выходим на улицу, всё, всё, всё вот то, что вы мне прислали, потому что вообще в обычной жизни у нас, конечно, не получается так просто вести, потому что я пока что не зарабатываю там десятки тысяч рублей, хотя бы, нет, даже близко, и поэтому я очень рада, что у меня вот такая вот возможность появляется и вас порадовать, и себя также. Это очень кайф, 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 кайф. Вот одела кофту, Василёк, одела штаны, Василёк, одела там трусы, извиняюсь, тоже Василёк, одела шарф, Василёк. Ой, это очень кайф. Я, конечно, не дико рекламирую, но просто я очень рада, и вообще пока что очень было мало позиций, которые мне не понравились, или которые мне, ну, не подошли, потому что и на самом деле позиции, все, ну, многие позиции, практически большинство, которые просто классные, которые мне подошли, неважно, что я заказываю по интернету, также моим детям, моему мужу, были, конечно, те, которые не подошли, но все равно я попадаю, пытаюсь попасть вот прям в золотую середину, вот что нам надо, и я от этого просто счастлива, ладно, буду переодеваться и монтировать в видосе, потому что, ну, это просто уже не дело. Не спорю, девчонки, я выгляжу немного иронично сейчас, с зенозавром, в общем, ничего, ничего вообще не успеваю, нужно, нужно смонтировать видео, до сих пор никак не успела, ничего нельзя успеть, вот когда там два часа, три часа и обратно туда, сейчас бегу на почту, потом за ребенком, в общем, в пятницу мы, скорее всего, идем на спектакль какой-то, так что я сейчас плачу, и они пойдут, в общем, все время, всю дорогу, все говорить про это платье, она, кстати, Роме не понравилась на фотографии, на модели, а на мне очень понравилась, в общем, постоянно дергаю вниз, потому что она постоянно задирается, и мне нужны колоколки, наверное, побольше, чем 40D, где-нибудь потолще, надо было из Сангары какой-нибудь заказать, вообще классно будет, сейчас бегу на почту, мне звонили, я думала, что уже ушла посылка, нифига, и потом за Юрчиком, не знаю, за тортчиком успеем или нет, он вчера просил очень сильно торт с кремом, не знаю, сейчас посмотрим, в общем, бегу, ну что, получила я посылочку, потом вместе с вами посмотрим, я уже знаю, что там, но если кому-то будет интересно, в общем, покажу, там не особо что-то интересное для вас, сегодня я еще что-то хотела сказать, потому что сегодня последний день, мне получается, начислили тысячу баллов в Альдорадо, я считаю, это грех не воспользоваться, и сегодня последний день, как все это истекает, в общем, у нас здесь нету дороги, здесь негде просто пройти, просто вот по проезжей части, как идешь, так идешь, здесь машины, кстати, мало, и получается, сегодня я хочу с Ромой поговорить и заказать себе микрофон, потому что дешевле он точно не станет, и так получается огромная выгода, я правда не знаю какой, я вообще хочу еще и плойку, и так далее, и так далее, и пенчетку, но пока что решила остановиться на микрофоне, потому что я не могу сразу все взять, поэтому сегодня скажет кто-нибудь, да заткните ее уже, наконец, потому что уже невозможно это слушать, но сегодня у меня такой расслабон, потому что, опять-таки, ничего не успеваю, дома практически не бываю, поэтому, джонки, принимайте как есть, и получается, либо на камерный, либо петличку, я не знаю, я хочу все-таки на камерный попробовать, ну, чтобы легче было все это дело делать, потому что, если я с петличкой потом запутаюсь и буду вот так вот просто снимать, это будет не дело, а там и ветрозащита, и все дела, поэтому хочу попробовать на камерный микрофон себе, потом, если закажу, мне Рома заберет, потому что у нас в городе нету Эльдорадо, он заберет, получается, и вместе с вами потом послушаем, какое будет качество звучания, мне хочется все-таки немножко расти, немножко, я уже давно хотела микрофон, но хочется как-то улучшать, улучшать, улучшать свое качество канала, пускай я там снимаю не идеально, но все равно я стараюсь для вас, поэтому вы должны это понять, принять, и порадоваться за меня, если мне все-таки получится, успею я заказать себе новый микрофон, бегу за Юрцом и потом идем по домам, это верно, также от лица своего канала хочу поздравить тебе только с днем рождения, у нее сегодня 11-20 день рождения был, так что Маргарита Бунецкая, желаю тебе крепкого здоровья всем твоим детям, твоему мужу, всем твоим близким, крепкого здоровья и больше упорства, больше терпения, потому что когда Горан не идет к Магомеду, Магомед идет к Горетову, поэтому желаю тебе всех осуществлений всех твоих мечт, всех твоих планов, чтобы у тебя все шло только в гору и ты не расстраивался, если что-то не получается, это все временные трудности, которые мы должны вместе с вами преодолеть, поэтому от всей души поздравляю, вот так, показываю свою, нравится? Сейчас всех съест, всех съест, ну что, все спотигли, он не хочет спать, ну какой-то он спать, расскажите, вообще, неугомонный, малый, для меня только сейчас дошло, что спертакль может быть в самом садике, не знаю, не знаю, так, пойдем, ну вот только сейчас дошло, что возможно это будет в самом садике, тогда еще прикольней, даже ходить никуда не надо, да? понятно, сейчас придешь в Максимку, будешь есть, а он тебя, у него тоже динозавр, ха-ха-ха, Ларис, нету, нет? Ай, чудо, мое чудное, так, ну-ка, цыц, ну-ка, мальчиков мне не обижать, ха-ха-ха, да, две киски, не бойся, это добрая киска, вон там, вон, голодный, сидит, девчонки, сейчас пришли домой, хочу приготовить тортик, сегодня решили попробовать вот такой, коржи для торта, здесь два цвета, из крема у меня будет сливочное масло, пол пачки, и банка сгущенок, сейчас вместе с вами будем готовить, мне Юрка уже просит, там были наполеоны такие, шоколадно-ванильные, решили попробовать, так что сейчас будем пробовать, готовить, кушать нам вкусняшку, не знаю про это какой крем, не знаю, напишите, знаете вы какие-нибудь рецепты кремов, мне очень интересно будет почитать, вот по такие, сухие коржи, что такое, какие должны быть крема, интересные, возможно там со сбитыми яйцами, еще какие-нибудь, мне будет интересно, почитать, а также, мы с мужем недавно поговорили, я с ним поговорила, что если я там, допустим, буду брать какие-нибудь субпродукты для животных, не знаю, в этот раз, я хотела что-то типа куриных ножек, там что-нибудь такое, было только типа сахар, что-то такое, прям с кожей, поэтому я решила попробовать кошек покормить, и вот каждый раз теперь буду что-нибудь такое брать в магазине, и кормить их около себя, около дома, возможно собачки какие-то придут маленькие, но то, что не могу на это смотреть, они ходят, они голодные, мы их дома кушаем, естественно из дома там что-нибудь принесем тоже, но хочется мне немножко их подбодрить, сиборь сейчас так холодно, и я даже боюсь представить, каково им, в общем, я пошла готовить, потому что у меня ребенок уже заждался, запросился, и сливочное масло уже растопилось, «Парктик» «Абрázame toda la noche» «Но нас queda mucho tiempo más» «No quiero perder lo que queda» Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Девчонки мои, всем привет! Привет! Слушайте, такой кайф! Сейчас Юрку отпустили в садик, у них там какое-то представление. Я сегодня сказала, что я больше не могу, и мы сегодня решили оставить его все-таки до 12... Нет, до 4 часов, там до полпятого, чтобы он там поспал, поигрался, потому что просто невозможно. Короче, дело в том, что я в садике устаю, потому что я его забираю в 12 еще больше, чем до. Потому что до я там могла еще какие-то дела поделать, сейчас я просто пришла, всех накормила домашних, убралась и обратно бежать. И от этого я устаю еще больше, поэтому я решила, что все, я так больше уже не могу. Я его владела так 3 дня, с 9, с 8 до 12, и это вообще... И это вообще не дело, поэтому я очень сильно тогда переживала. Я вчера уже просто никакая его шла, забирала, ведь ушла. Мне вот муж говорит, что оставляя его там до 4, я говорю, что я пойду только из-за того, что я обещала, чтобы не портить с ним отношения. Сейчас я просто... Я поняла, что момент пришел, поэтому решила его отпустить. Мы договорились, что он там поспит, если не поспит, то просто полежит. И к садику так лучше привыкнет он же не будет постоянно, что там все ложатся спать. Он быстренько убегает домой, чтобы слинять и их там всех оставить. Поэтому, поэтому мы вчера договорились, я уже и маме позвонила, он не знал, что делать. И решила все-таки оставить его там до 4, там, полпятого. Я скажу, что аллилуйя, потому что наконец-таки это свершилось. Наконец-таки со своей пукалкой, поэтому она работает. Тихо-тихо-тихо. Мы еще не пробовали. Но она так и сделает. Поэтому она, по идее, должна работать. Если что, мы с вами протестируем. То, что вчера на меня опять налаяли с Юркой, я испугалась. Вот так. Короче, девчонки, пришли мы домой. Дома куча просто дел. Я хочу сказать, аллилуйя, потому что у меня сегодня времени будет дофига. Сегодня Юрка будет смотреть спик. По поводу садика хочу сказать, почему такая вообще проблема возникла. И почему сначала все было хорошо. Он ходил, а потом бац, и до 12 часов до сна. Ой, девчонки, я тогда совершила грубую ошибку. Распереживалась и сказала, что ну давай в понедельник. Я сказала, давай я тебе завтра заберу до сна. И мы вместе проведем время. Потому что я тоже тогда по нему сильно соскучилась. И решила вот так вот сделать. Он, конечно же, согласился, потому что я тогда очень переживала, как он там есть, что там с ним. Вдруг его кто-то обижает, вдруг он хочет домой. И решила вот так вот предложить на эмоциях. И потом получила то, что я устаю намного больше, чем не водила его в садик. Когда мы сидели дома, я тогда уставала намного-намного больше. Я только время тратила, чтобы восстановиться как-то энергетически, что-то там по дому успеть, и сразу бежать за ним. Он приходит, он не хочет ни спать, ни ничего. Он хочет гулять, хочет, у него полно энергии. И я поняла, что я просто выжатая, как лимон. Я понимаю, что я сейчас опять-таки буду переживать, как он там есть. Но это лучше, чем я буду просто дико уставшей, еле тащить его домой, обоих детей. Ой, я тогда уже все не выдержала, сказала, что все, я уже так не могу. Поэтому я его в последний раз тогда забралась вчера в 12 часов, еле пришла туда, еле просто уставшая, не могу. Хорошо еще Ром был дома, посидел с Максимкой. И поэтому, девчонки, я вообще просто выжатая, как лимон была, на самом деле. Потому что адаптация к садику у нас проходит хорошо, его там никто не обижает. Он продолжает не кушать, но я думаю, что он меня, потому что ждал постоянно, что я приду, вот в 12 часов его накормлю, он дома ест за троих, напою. И просто сейчас у него не будет выбора, он должен будет кушать. Все равно потом привыкнет. Потом у нас два выходных, мы их проведем дома. Мужа отгулы, мы будем заниматься ремонтом. Так что это все не конец, у нас скоро будет продолжение. И вот опять-таки, вчера у нас был выходной у мужа. И мы просто занимались домом, детьми, потому что вот он говорит, что не забирай его. Я не знаю. Сложно это все. Дилемма такая, потому что никогда с таким не встречаешься, сложно реагировать, сложно понимать все это, как себя вести. Поэтому девчонки все-таки решила, посмотрела Комаровского, решила все-таки оставить его так. Пускай все равно не бывает такого, что там вечная лафа, что там вечно только пришел, погулял, поиграл и домой-обратно тоже играть. А там все пускай спят. Мне кажется, это неправильно. Поэтому пускай будет полноценным членом общества и будет играть. Наконец-таки, наконец-таки это свершилось. Я дождалась. Да, 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 да. Я давным-давно уже не снимала, давным-давно не выкладывала. Я очень выбилась из графика и скажу, что к нам недавно приезжала мама. Мы сейчас ее проводили в шоппинг. Влог у меня не получился, потому что просто все в попыхах, все быстро на это делалось. Короче, у меня тут огромный мешок с покупками, которые я хочу вам сегодня показать в таком маленьком видео. Просто у меня горит душа и желание, чтобы вам это показать. Потому что, вспомните, был магазин типа эконом-карман, что-то вот такое. И там очень много одежды. Часто все приводит по сезону, и поэтому скоро мне туда пойдем смотреть одежду. Сейчас я пришла, чтобы юрца мне самое главное одеть, потому что мы сегодня смотрели. У нас на зиму нет ни одной куртки, ни одних штанов. На Максимку есть. Поэтому я подумала, что надо 100% хотя бы сходить на разведку. Но так вышло, что мы взяли все юрке практически и осталось теперь мне. На Максимку есть самое главное. Вот, еще я хотела вам показать. Это обалденная куртка, которая нам очень понравилась. Она понравилась как мне, так и юрцу. Здесь вот такие манжетки на карманах. Нету такой, знаете, там были куртки, которые прям растрепанные. Вот эта вот вся вот такая вот мягкая штука. Мне нравится, когда он такой целиковый. Смотрите, какой рисунок классный. Юрке очень понравилась. Мне тоже. Размер у нас 116. И вот такой капюшончик с каким-то там мехом, который у нас стегивается. Но там были куртки с гораздо худшим мехом. Мне очень понравилось, как это все выполнено. И здесь липучка. Мы смотрели вот чисто по горлочку. Потому что что-то было как раз, но горло не застегивалось. Поэтому мы решили 116, как я и думала, взять. Все идет на липучках, на кнопочках. Очень, я думаю, все комплекты со штанами. У нас штаны обычные черные. Они тоже утепленные. Материал такой супер холщовый. То есть здесь нет такого супер... Хотя нет, ну что-то есть там флисовое. И внутри манжетка тоже прорезиненная. Я не знаю. Вот одевается все тоже вот на плечики. Фечь удобная. На кнопочке тоже. На молнии здесь все расстегивается. Штаны мы не мерили. У нас самая главная была куртка. И не поверите, сколько стоил этот комплект. Целиком вместе. У них очень много моделей. И вышло все на 2000. То есть штаны и куртка. 2000. Это вообще обалденные цены. Расцветки там у нас разные. Есть, конечно, выглядит, что прям Китай-Китай. Есть вот такие вот классные, которые мне понравились. И ему очень. Реально классные вещи. И все вот 2000. Мне кажется, вообще супер-приятный. Капюшон, кстати, тоже отстегивается. И сзади типа... Ну, должна быть защитка. От машин, ну, нету. Ладно, мы потом вместе с вами посмотрим, когда будет зима. Потому что у меня сейчас уже холодает. И мне кажется, всем надо уже утепляться. И иметь это себе на виду. На, Юра, отнись ей, папе покажи. Также девчонки взяла ботинки, сразу пошла смотреть. Я хотела что-то, чтобы не скользило. Что-то, чтобы было удобно. И поэтому я... Ну, мне понравились дудики. Потому что они легкие, они не тяжелые, они теплые. В итоге мы одели 29-й у нас размер. И мы одели просто... Юрка сказал, я не буду вылазить. Были вот как раз 28-го, но они прям впритык-впритык. Я взяла чуть-чуть побольше, там не особо заметно. И прям вообще... И получается внутри белый мех. И у нас раньше такие тоже были. Но тяжело было их одевать. Вот этих он прям влезает туда. И прям комфортно. Поэтому 500 рублей всего, девчонки, вы представляете? Вообще офигенное качество. И мне понравились прям вообще. Вот то, в чем мы пришли. Что вам? Также мы были в фикс-прайсе. Нам сказали в садике сделать поделку. Я долго думала, что сделать. Хотела посмотреть видео на эту тему. Нам сказали до понедельника, вторника. Потому что день мамы. И я не знаю, короче, как, что там сделать. В итоге взяли в фикс-прайсе вот такие 2 яйца. Которые сейчас мы будем открывать. Вырасти своего северного зверя. 2 штучки. Наверное, сюда надо водичку это все класть. Сейчас посмотрю. Да, да, да. В водичку надо класть. На, Юр, держи. Яички. Взяла трусики. Так, но я еще не рассказывала, как мой последний день провели в садике. Это просто бомба. В пятницу я его оставила до вечера. И в 4 вечера забрала. Ему там очень понравилось. И, девчонки, не переживайте, если кто-то там боится, что ребенок не будет кушать. Потому что Юрка у меня съел всю тарелку супа. И еще попросил хлебушка в добавке. Поэтому, девчонки, у нас наконец-таки пошла адаптация хорошая. Взяла в фикс-прайсе трусишки, которые я буду стирать. Да, 2, и я их обожаю там брать. Я ему беру уже 32-й, 34-й размер. Поэтому обожаем мы эти штуки все. И, короче, девчонки, нам сказали принести вот поделку. И я решила попробовать. Вот увидела самолетики лепим с пластилина. То есть, 77 рублей. Я думаю, что эта штука должна подойти. Я надеюсь, что у нас получится. Все равно он сам это сделает. Я не знаю, потому что вырезать, ну, вот это вот все, аппликации, это пока что для меня, например, странно. Поэтому я решила такую штуку попробовать. Надеюсь, подойдет. Здесь разные, кстати, есть и зайчики, и автобусы, и дракончики, ну, самолетики. Но у нас вот только самолетики были. Поэтому попробуем вместе с вами. Потому что он сам это сделает. И я считаю, вот это вот дело все поделкой. Я еще подумала, что это глиняное, возможно, чтобы там глины, знаете, так сделать, и чтобы потом разукрасить, чтобы там все застыло. А это как раз пластилин. То, что им будет удобно, и я думаю, что он справится. Взяла два киндера детям. Они у нас там по 55 или по 60 рублей. Я всегда им там беру, знаю, где брать. Взяла какие-то там драже с вафелькой. Я не знаю, что это такое. Они там на развес продаются. И вообще, я там очень редко бываю, и такие штуки в основном не беру. Взяла чокобой. Взяла еще раз варюшки, потому что наши я пока не нашла. Тоже 50 рублей, классные. Нам как раз они подходят обоим. Поэтому, если потеряется, не страшно. И, девчонки, не знаю. Я, короче, когда простужаюсь, всегда пью эргоферон. Это не реклама, ничего. Просто вот мужа взяла, он тоже немножко простудился. И от горла я взяла нам, получается, бронхиком. Эликсир. Не знаю, от кашля, от кашля. Не знаю. Будем пробовать, потому что у меня Рома приболел что-то с работой. Поэтому... И чокобой. Поэтому будем пробовать вместе с вами. Ну, попробуем. Надеюсь, пройдет все до работы. Так, ладно. Вот пока у меня такие дела. Все вам рассказала, показала. Потом осталось только мне уже одно очки купить. И будет красота там. Ну, кстати, для нас курки, вот для больших взрослых женщин, там разные абсолютно размеры у нас. 1700, 2200 и 2500. То есть там разные. И обуви полно также. Поэтому я уверена, что я себе что-нибудь подберу. Только чуть-чуть попозже. Без ребенка, в тишине, спокойствии. Себе тоже что-нибудь выберу. Потому что там реально классные такие модели есть. И есть прям и с мехом, и без меха. И просто матовые, и глянцевые. Поэтому, девчонки, выберем с вами вместе. И посмотрим потом. Сейчас пока что все набегу. Поэтому извиняйте. Пока что только получается, так получается. На самом деле, что-то выбивающее. И с графикой, и с силой. И вот так вот все идет странно. И ладно. Вот такие у нас дела.